Видео подготовлено каналом Уроки ТВ. Тема урока «Что такое второстепенные члены предложения?». Давайте посмотрим на предложение «Дети рисуют». В этом предложении всё предложение является его основой. Предложение говорится про детей и о том, что они рисуют. «Дети рисуют» – это главные члены предложения. А если мы это предложение дополним? И у нас будет предложение такое – «Дети рисуют красиво». Чем оно отличается от предыдущего предложения, которое мы только что читали? Тем, что появилось ещё одно слово – «красиво». Для чего его добавили? Чтобы сказать, как рисуют дети, уточнить смысл этого предложения. Это предложение можно уточнить и другими словами. Например, такими. На уроке рисования в школе дети очень красиво рисуют цветы. В этом предложении основой по-прежнему остаются «Дети и рисуют». А остальные слова, которые мы видим, их несколько предложений в этом, называются второстепенными членами предложения. Итак, слова, которые не составляют основу предложения, являются второстепенными членами. Второстепенные члены поясняют главные члены предложения и уточняют их. Если вам понравилось видео, смотрите остальные видео-уроки на нашем канале. Если у вас есть вопросы или предложения, оставляйте свои комментарии под видео.